Продолжается матч, я, если честно, уже в некоторой степени сбился со счета. А, ну вот, счет 5-1. На данный момент пойду Д4. Д4 и Дебют Трамповского. В принципе, я и раньше его достаточно, ну, не то чтобы достаточно часто, но, по-моему, периодически применял. Ну, а теперь после первой партии матча на первенство мира, как говорится, сам Бог велел. Д5 конь Д2. С5, ну да, я думаю, что многие зрители уже угнетены, скажем так, моими глубокими, в кавычках, познаниями в данном построении. Ну, видимо, из Трамповского игра плавно переходит в какую-то атаку Тора, то есть мне придется играть С3. Уже расположение белых фигур здесь не оставляет другой возможности, потом просто расставить слаун Д3. И, ну, рассчитывать на то, что он белых нормальных. H6 довольно интересное решение. Обычно черным не очень выгодно подгонять меня к размену. Конечно, тут уже белые поделились с не самой агрессивной расстановкой легких фигур, но все равно, я думаю, что надо брать. Уже F, да, уже F принципиально. Даже C4 надо смотреть. Вроде бы нелогично при двухсмах у соперника, но слоны пока очень не развиты. И черным придется, видимо, как-то меняться, а если они начнут меняться, то начнет сказываться перерез белых в развитии. Ну, по крайней мере, для Блица, я думаю, что это не такая плохая идея. То есть, видимо, он играет CD. CD взяли с на C4, Fxd8. И, наверное, у черных там нормально, но белых тоже не должно быть ничего плохого. Е6. Ну, Е6 мне не нравится. Хуб 6, CD. Хоть как, бей теперь слабости. Ну, просто ДЦ и все пешки дрова. По-моему, стратегически безнадежная позиция у черных. Но, безусловно, некоторые тут шансы, связанные с конкретной игрой, еще вот. Но, как сейчас, скорее всего, хочет максимум Д4 провести. То есть, чуть ли не А3 играть, чтобы на Д4 встретить потом конь Б3. И чтобы не было шаха на Б4. Это, наверное, хорошее решение, скорее всего, позиционное. Но идея в том, что, да, идея в том, что на слону Е2 черные проводили Д4 и избавлялись от части своих проблем. А тут, то есть, если мне удастся закончить развитие, поставить фигуру на Д4, то, как бы, больших сомнений в оценке этой позиции не будет. В принципе, Максим почему-то дает мне все это беспрепятственно сделать. И думаю я, что РРС белых велик и многообразен. Ну, а к тому, что у меня меньше времени на часах, я думаю, все уже давно привыкли. Конь Е5. Предлагается белым страдать конь Е4 и конь Е5. Визуально мне не очень нравится эта идея. Ну, какие-то проблемы. Яндекс с ней не видно. Ну, давайте попробуем. Может, 4. Ладно, дело, что размен на Е5 там не обсуждался, потому что управлялась структура очень серьезно. Иногда можно по данной позиции взять на Е6 и попытаться прыгать на слабость белых полей, но вряд ли это тот случай. А Максим тут пытается инициировать какую-то конкретную игру. Ну, то есть, я могу пойти на Ф4 и там будет, ну, условно, решить будет опасность. Я думаю, конь Е4 задумано. Что-то мне не верится. Легко говоря, конь Е4, Ф5, конь Е3. Ферс Д3. Взяли, 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 С5, ФЕ, ФЕ. Сейчас каракада совсем очевидно. Взять на С4, ДС. Ф5. Ну, вроде бы, это должно быть хорошо для меня. Не то же я нашел какое-то противоядие вот в конце 4 прямое, но чисто по ощущениям все это должно быть в пользу белых. В конце 4 надо играть, иначе просто ужасная позиция. Ну, или может быть, конь Е4 с этой же идеей. Так, в конце 4 сыграно, но вот тут вот выбор передо мной стоит. Взять на С4 или Ф5 сразу. Взяли, взяли, Ф5, С1, Д5. Не вводим, ничего нет. Можно, конечно, взять и пойти Ферзаж 5, такое стратегическое решение. Наверное, довольно сильное, кстати. Наверное, для Блица это правильно. То есть, взяли Ферзаж 5, Ладья Д1 просто. И о том, что после Ф5 конь Е3, да, там терялся С1, но терялась Ладья. Черные получали пешку и Ладью за две фигуры, и как-то структура выправлялась. То есть, чтобы понять, хорошо это для меня или нет, надо там считать дальше и проверять, смогу ли я расковырять черного короля. Но, к сожалению, мои счетные способности практически равны нулю. Поэтому пришлось играть вот таким образом, каким я сыграл. Здесь, кстати, прямая угроза конь Е5, видимо, это довольно сильно. На Ладья Ц5, Ферзаж 6. Или даже Ф5, Ферзаж 6. Видимо, безнадежно у черных. То есть, не два слова тут, это чисто символическая достоинство позиции черных. Ферзаж 5 сыграл, Максим пришел к тем же самым выводам. На Ферзаж 6 я не знаю, что задумано. Видимо, ничего. Ну, потому что позиция плохая. Слонжи 4. Да, это я видел, садил Ладья Аш-5. Даже после Ладья Аш-5 Ферзаж 6 есть ход. Ну, наверное, еще какие-то возможности есть. Времени опять мало. Да, может, не такая простая позиция из-за этой угрозы. Ладья Аш-5, кстати. Уж там слон Е7 в конце. Да, недооценил я это. Ладно, верну коня. Надо как-то спасать материал. Не знаю, как я его спас, потому что Ладья Аш-5 все равно есть. На Ферзаж 6 слон Е7. Я не вижу, куда девать Ферза. Придется его, видимо, жертвовать. Ну, в общем, да. Опять на флэшке партия, мягко говоря, вышла из-под контроля. Не знаю, тут, наверное, есть какая-то компенсация у белых, да, за Ферзя? Ну, вряд ли достаточно. В общем, все это, конечно, микро-шанс. Я бы, вообще, за черный взял бы слон Е5 и не связывался бы. Ну, там большой перевес. Хотя, там, какой-то Ладья Аш-5 же в конце. Может, мой соперник зевнет тут. Но вряд ли. Там, кстати, и на Ладья Аш-5 числом Б2. В общем, видимо, все выигрывает, на самом деле. Можно просто Ладья Аш-8 пойти с другой стороны. Ферзь Е6. Тоже достойное решение. Ладно, придется брать, видимо. Да, тут Ферзь Е5 партию заканчивает. Без Ферзя обычно бороться тяжело. Хотя, 19 секунд соперника. Наверное, я попытаюсь все-таки. Ладья Аш-5. Да, СНЖ-6 хороший ход. Тирается на Ф6. Я пойду Аш-4. Конечно, с Ладья Аш-1. Защищу. С Ладья Аш-8, да. Так у Ладья Аш-3, ну, в общем, это, конечно, избиение уже. Молодецов, но бороться надо до конца. Когда у соперника столько секунд на часах. Диа Аш-6, Аш-4. Да, на Аш-5 поставил Диа Аш-3. Это все считал мой соперник. Пойду Ладья А-1. Просто, чтобы ничего сразу не отдать. Диа Аш-4. Ну, да, он шаг какой-то. Не знаю зачем. Времени нет. Это 7. У соперника тоже времени нет. Сейчас будет интрига небольшая. Рылья Аш-4. А, ну, ты зевнул Владью, все-таки надо сдаться. Ну, опять же, неплохая оборона со стороны Максима. Позиция, конечно, была крайне, крайне непривлекательная. Но сумел он меня запутать. И счет становится 5-2. Всем спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.